Раньше я работал помощником водопроводчика и понял, что так я ничего не добьюсь. Ненормально — это просыпаться утром и идти на нелюбимую работу. Каждый день я работаю так, как будто ничего не достиг. Я уже воспринимаю себя чемпионом мира, веду себя как чемпион, думаю как чемпион. Нужно быть благодарным за всё, даже если у тебя нет ничего. Инстардинг представляет Секрет силы Конора МакГрегора Конор, скажи, что делает тебя таким хорошим бойцом? Знаешь, я очень сильно люблю то, чем занимаюсь. Я бы даже сказал, что просто одержим этим. Это постоянно в моей голове, я не могу думать ни о чём другом. Я очень сильно люблю это. Я не могу забыть об этом ни на минуту, я постоянно живу своим любимым делом и развиваюсь в этом плане. Я полностью сфокусирован только на этом. Понимаешь, о чём я? Ты должен постоянно бросать себе вызов и быть полностью поглощён этим. А ты не считаешь, что это не совсем нормально для здоровья? Ну, не знаю. По-твоему, я выгляжу нездоровым? Взгляни на моё тело. Я в потрясающей форме, здоров телом и духом. Знаешь, что для меня ненормально? Ненормально — это просыпаться утром и идти на нелюбимую работу в офис и торчать там с 9 до 5. Вот что ненормально. От нелюбимой работы вреда больше, чем от боёв. Я не работаю, я занимаюсь тем, что люблю. Я люблю драться, люблю работать над своим телом, и именно поэтому я выбрал этот путь. Я просто обожаю своё дело, так что я не считаю, что это нездравый подход. Я отлично себя чувствую, и в этом вся моя жизнь. Раньше я работал помощником слесаря-водопроводчика. Я проработал год и понял, что так я ничего не добьюсь. Боям нужно посвящать всё своё время или не заниматься этим вообще. Если ты не тренируешься дважды в день и не отдаёшься своему делу полностью, то ты ничего не добьёшься. Я очень хотел добиться успеха, чувствовал в себе талант и любовь к спорту, поэтому с удовольствием бросил работу и начал погоню за мечтой. Я всё время двигаюсь вперёд и ни о чём не сожалею. Если очень много думать о прошлом, то в нём можно и остаться. Я не зацикливаюсь на своих поражениях и победах, я двигаюсь дальше. Говорят, поражения могут либо закалить бойца, либо сломить его. Но поверьте, так же и победы могут как закалить, так и сломить. Потому что человек может просто привыкнуть к победам и перестать стараться. Он может перестать выкладываться на тренировках, перестать поддерживать диету, ведь он и так чемпион, он уже всех победил. Череда побед может усыпить человека, а поражение привести в чувство. Поэтому я двигаюсь вперёд, несмотря ни на что. Я всегда выкладываюсь на максимум, и не важно, чемпион я или нет. Каждый день я работаю так, как будто ничего не достиг. Как будто я не я. Таково моё мышление, и оно помогает мне. Я не люблю загадывать слишком далеко вперёд, это меня отвлекает. Многие люди так увлечены долгосрочным планированием, что забывают жить здесь и сейчас. Я прямо сейчас живу главной целью моей жизни. Стать абсолютным чемпионом мира. И я уже воспринимаю себя чемпионом мира. Веду себя как чемпион мира. Думаю как чемпион. Я живу своей целью в настоящем моменте. И ценю всё то, что преподносит мне жизнь. Знаете, почему я чемпион? Потому что я вложил всю душу в этот момент. Я считал, что обладаю этим поясом с самого первого дня моего пути. Я визуализировал этот момент, и вот почему сейчас я стою именно здесь. Коннор, сейчас ты богат и успешен, но можешь ли ты вернуться к мыслям того парня, который только стремится к успеху? Помнишь ли ты, о чём думал тогда? Ты мечтал о том? Я об этом мечтал каждую секунду. В детстве я всегда представлял себя на стадионе. Даже когда я играл с мячом и отбивал мяч от стены, я представлял, что забил гол. Бежал вперёд с поднятым вверх кулаком, представляя стадион полный фанатов. Вот так я визуализировал. У меня всегда было предчувствие славы, но я не знал, каким образом я её получу. И вот когда я вдруг увидел поединки, затем начал активно тренироваться, когда впервые выступил, вот тогда я сказал себе, «Окей, это моё, вот чем я хочу теперь заниматься». Внутри я всегда остаюсь тем парнем, который много мечтает и всегда стремится к успеху. Каждый человек уникален по-своему, и это нужно использовать. Раньше в каждом зале, в который я ходил, были свои правила и порядки. И я думал, что так и должно быть. Просто у этого тренера своя техника, и я должен ей следовать. Должен стоять так, бить ногой так, бить рукой определённым образом. Но когда я познакомился со своим наставником, я говорю о своём тренере, Джонни Кавана, то увидел, что у него всё иначе. Он был гораздо более открыт и поощрял разные движения и техники. До него с таким подходом я ещё не сталкивался. Остальные тренеры загоняли меня в свои рамки. Это сильно повлияло на меня, и я сказал себе, этот парень умеет мыслить нестандартно. Он понимает, что в бою, как и в жизни, может сработать что угодно. Он поощряет каждое новое движение, потому что однажды решающим может оказаться именно оно. Мне нравится наслаждаться плодами своего труда и вдохновлять других. Никто не трудится больше меня, как в пределах восьмиугольника, так и вне его. Я считаю, что заслужил всё это, и определённо намереваюсь наслаждаться наградами. Я намереваюсь купить большой особняк в Лас-Вегасе, намереваюсь разъезжать на крутых спортивных тачках. И я хочу этого для каждого из моей команды. Хочу подарить им такую же жизнь. А кто-то посмотрит на нас и захочет жить так же. Здесь вообще два пути. Вы либо вдохновляетесь и стремитесь к этому, либо ненавидите это. Вы можете критиковать меня и поливать грязью, но при всём этом останетесь там же, где и были. А люди, которых это мотивирует, начнут продвигаться всё выше и выше, и однажды тоже придут к такой жизни. Такова человеческая природа. Каждый выбирает свой путь. Так что я наслаждаюсь богатством, которое заработал тяжёлым трудом, и безумно благодарен жизни за это. Вообще, благодарность — это одна из наиболее сильных форм влияния для привлечения хорошего в свою жизнь. Нужно быть благодарным за всё, даже если у тебя нет ничего. Я всегда чувствую благодарность даже за какие-то небольшие вещи. Я привык радоваться даже мелочам. Скоро я пойду праздновать большую победу, но даже незначительные достижения всегда дают мне повод для празднования и благодарности. И так было всегда, даже когда у меня не было ни денег, ни славы, ничего. Я был благодарен за всё, что имею, и жизнь всегда давала мне что-то большее в ответ. Сейчас всё то же самое. Я остаюсь благодарен, и жизнь дарит мне новые победы. Победители сосредоточены на победе. Проигравшие сосредоточены на победителях. Конор Макгрегора.